Куряне-льготники, нуждающиеся в лекарствах, могут не волноваться. Аукцион по закупке необходимых препаратов провели заранее, и они начали поступать в аптеки уже с 9 января. Львиную долю составляют медикаменты для больных с сахарным диабетом. Причем они взаимозаменяемы. Да, безусловно, были минимальные задержки в плане лекарственного обеспечения. Но хочу заметить, что даже в это время у всех врачей была возможность назначить альтернативное лечение. В декабре была дефектура по препарату Фарсика, но хочу отметить, что в это же время был препарат аналогичный, то есть одноклассник препарата Джординс, который мог быть выписан пациенту. В целом ситуация с обеспечением льготников лекарствами стабильная, подчеркивают в областном Минздраве. Сокупочная компания прошла штатно в срок. При этом, по сравнению с предыдущими годами, региональное финансирование на эти цели существенно увеличилось. Все, что касается закупки на 2023 год, она осуществлена еще преимущественно в четвертом квартале. Все контракты были заключены. Но так как оплата осуществляется денежными средствами 2023 года, поставки у нас начались ровно с 9 января, как только все вышли с праздников. Сейчас поставки очень большие. Это практически полугодовой, иногда 9-месячный запас лекарственных препаратов по всей номенклатуре, которую мы закупаем.